Команда Радуга ТВ Сейчас мы рады представить вам наш проект под названием «Формирование информационно-образовательного пространства школы через создание школьного телевидения». Сегодня в жизни каждого из нас прочно делается такое понятие, как информационные технологии. И, вне сомнений, весь материальный и интеллектуальный капитал, которым наделено человечество на данный момент, так или иначе связано с информационными технологиями, о которых говорится на разных уровнях и в разных первых деятельностях. В системе школьного образования в настоящее время наблюдается активный процесс информатизации, который предполагает внедрение и использование новых информационных технологий, а также всех средств коммуникации для повышения интеллектуального и творческого роста личности, а также развития индивидуальной способности. Актуальными понятиями на сегодня становятся виртуальная реальность, медиакомпетентность и информационно-образовательное поле. На словах звучит красиво, но как вы платите на практике? Мы уверены, что с подобной функцией может справиться принципиально новый для образования района проект школьного телевидения. Предметом любого телевидения является создание виртуальной реальности. В свою очередь, виртуальная реальность – это интеллектуальный продукт, который можно увидеть и услышать. Работанные проекты по созданию школьного телевидения нам важно подтвердить или опровергнуть гипотезу. Теоретическая и практическая работа проекта поможет повысить уровень информационной грамотности, развить творческие и исследовательские способности, а также поможет в активизации личностных позиций всех участников образовательного процесса – учеников, предоков и родителей. Целью нашего проекта является формирование нового информационно-образовательного пространства школы через создание школьного телевидения. И чтобы достичь этой цели, был выстроен ряд задач. Такие задачи, как создать рабочую группу по осуществлению проекта, изучить общественное мнение на предмет актуальности создания школьного телевидения, разработать концепцию телевизионных программ, создать и транслировать пилотный выпуск, создать сайт школьного телевидения и разработать перспективные направления развития. Подробно изучив общественное мнение и для реализации проекта по созданию школьного телевидения, было решено сформировать рабочую группу проекта из активных и творческих учеников и учителей. Исходя из индивидуальных способностей, таких как технические навыки, способность к аналитической деятельности и навыки публичной презентации, целесообразно представить рабочую группу в виде следующей модели. Координаторы, редакторы, техники, операторы и тележурналисты. Для изучения мнения на предмет создания школьного телевидения были проведены ангетирования и телеинтервью с учащимися. Всего в вопросе принял учатель при ученике 4 ученика, и им задавались следующие вопросы. Первый. Нужно ли нашей школе свое собственное телевидение? Второй. Будете ли вы смотреть эти выпуски? Третий вопрос. Хотели бы участвовать в программах школьной телевидения? И четвертый вопрос. Хотели бы стать участником рабочей группы «Радуги ТВ». Представлены результаты на диаграмме. 100% опрошенных считает проект актуальным. 64% хотели бы принимать участие в программах. 75% опрошенных хотели бы создать свою собственную рубрику и ввести ее. Проект обладает определенной новизной и интересен для разных групп респондентов. Подробно изучив общественное мнение и учитывая, прежде всего, потребности учеников, была разработана концепция нашего телевидения. Общими принципами являются интересный материал, уникальные рубрики, правдивые интервью, освещение событий, трансляция новостей, привлечение сторонников и обратная связь. Название продукта «Радуга ТВ» и оно выбрано не случайно, так как «Радуга» подразумевает под собой палитру из семи цветов. Каждый наш выпуск разделен на семь рубрик, которые работают на создание единого разнообразного образа «Радуги» как символа разнообразия событий и положительных эмоций. И на данном слайде представлены наши рубрики. И нужно отметить, конечно же, что наиболее востребованной является рубрика «Продноз погоды», посвященная профориентации учеников. И наиболее такие интересные хиты нашего телевидения – это вредные и полезные советы. Над созданием первого пилотного выпуска трудились все сотрудники школьного телевидения. Редакторы отбирали интересный материал, журналисты брали интервью, операторы снимали выпуски и производили монтаж программы. Первый показ был осуществлен в феврале в рамках вечера встреч выпускников. И можно с гордостью сказать, что он заслужил самые хвалебные отзывы. Я считаю, что это будет самый интересный проект в школе. Интерактивное виртуальное пространство – это здорово. Для привлечения новых участников к нашему проекту и для, конечно же, сбора интересной информации и рефлексии, было решено создать сайт школьного телевидения. Цель, на которую работает сайт – это, конечно же, популяризация нашего проекта, осуществление обратной связи и освещение промежуточных результатов нашей работы. Наш сайт можно по праву назвать интеллектуальным продуктом, так как его создатель, Евгений Штурман, победитель районного этапа Всероссийской Олимпиады школьников по информатике, при его создании не прибегал к готовым шаблонам на просторах интернета. Также на сайте можно познакомиться с нашей творческой группой, посмотреть весь отснятый материал по рубрикам. Идея цветового разнообразия также была перенесена на сайт нашего телевидения. Семь цветов радуги сменяют себя каждый день на главной странице в шапке. Слоган нашего телевидения «Радуга ТВ. Палитра твоего настроения» полностью отображает ту мысль, которая лежит в основе. Много, ярко, о каждом и для каждого. Наш проект является долгосрочным и поэтому обладает большими перспективами развития. На данный момент наши выпуски являются информационными, потому что транслируют школьные новости, интервью с педагогами и социальную рекламу. Но в дальнейшем мы планируем работу по нескольким направлениям. Это школьные новости, педеуроки и шоу с ответствой. Пока рано говорить о каких-то глобальных результатах нашего проекта, но к социальным эффектам можно отнести такие понятия, как востребованность, актуальность, перспективность, массовость и инновационность данного проекта в нашей школе. И также хочется отметить, что подтверждены те предположения о том, что теоретическая и практическая часть работы над проектом поможет активизировать нам наши личностные позиции и повысить уровень нашей информационной грамотности. По мере реализации проекта на начальниках средних этапов мы научились собирать и обрабатывать информацию, проводить анализы и систематизацию, освоили элементы монтажа, узнали секреты операторской и режиссерской работы, приобрели навыки работы в команде, освоили принципы успешной коммуникации. Спасибо за внимание. Спасибо. И если хотите, мы хотели бы продемонстрировать некую часть из нашего выпуска. Из рубрики «Чем дышит школа» мы посещали нашу городскую библиотеку. Что ты делаешь? Эх ты, дитя технологий. Ты когда в последний раз так книгу вырвала? Ну, я не спросила. Не спросил у жителей города, мы уже спросили, как часто они посещают библиотеку. Я очень часто посещала, посетала по кабинам библиотеку. Не малили, я питаюсь. Вы будете читать из комплекса библиотеку? Да, есть комплекса библиотеку. Своей библиотеки я в частности учусь на литературе. Хочешь ли ты библиотеку? Да. Привет, ты. А собираешься с хоккейцента? Сейчас мы читаем. А сейчас библиотеку ходим. А молодых библиотеков ходим. А молодых библиотеков ходим. А молодых библиотеков ходим. Бывает 1 1 4. Мой пластик. А вы что читаете? Да, что нету, но в общем. Мы истории всякие. Вы знаете, вы не едете? Читайте. Нет. Также была проведена экскурсия по библиотеке работников. И при этой экскурсии она попыталась нашим зрителям пояснить преимущества библиотеки над информационными технологиями. Убедил? Победила, подготовилась. В настоящее время в себе получаются две группы инстаграмы. Почему люди идут сочетаниями самыми? Для того, чтобы почитать, пристать, пообщаться, обменяться какими-то временами, вы можете предупреждать все правы. Информационные запросы. А если сделать какое-то сообщение, то библиотеки, это необходимо изменить предупреждения. Потому что... Ну, как бы, чтобы не задерживать... Спасибо. Вопросы. А вопрос нужно? АПЛОДИЖЕНИЕ КАРДИЖЕНИЕ Продолжение следует...